Теперь я очень сильно хочу вас попросить, дать мне возможность договорить все то, что я хочу сказать. Пожалуйста. Его дети стоят бесценными. Его пытаются себе прищетить новые сетевые компании. Это суперпровокажа, который переворачивает наши мозги на 360 градусов. На 108. На 108. На 108. Хорошо. Он очень не любит врачей. И когда-то сказал, что не любит молодежь. Ну, по-моему, он сейчас сам очень сильно в этом занимается. Это легенда сетевого бизнеса. Встречайте нас с Эстеми. Лагина Магинка. Лагина Магинка. КОНЕЦ 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 Я не понимаю, брат, что с нами надо, что не надо, потому что она ела, лучше попрыгать. Ну и мы бадим, да? Вот, хватит нам с нами, с этим мы бы справиться, да? Вот, честно говоря, очень много чего мы узнали за это время. Переварить бы все это, условить. Вот, а то выйдет одним цветом, как Саша рассказывал. Пошло вазами. Вот, выйдет один. Мы еще на искотеки можем попрыгнуть. Вот, там самое оно... Я понимаю, что, конечно, вы выходите на искотеки, я уже понимаю. Вот, в принципе, я как Саша преобслуживаю. Саша, давай начнем искотеки. И забудем закончить. У нас будет в два раза больше людей приезжать. Вот. Особенно, если где поставится пульт. А она будет на постыне так… То приезжает был, чтобы мы это посмотрели. Вот. Ладно, вам, кстати… Здрасьте. 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 Я, на самом деле, большая честь стоять перед вами и выступать. потому что вы, наверное, знаете, те, кто уже на Некстах давно, кто не знает, вам, наверное, рассказывает, что я, кроме того, что не люблю врачей, ну как, у меня это на самом деле, как бы их люблю, но я очень люблю то, что они любят. Вот. Я, там, слишком не люблю молодежь, еще и был против Некстов, собственно говоря. И когда Саша Паколин первый раз мне рассказал эту идею, я ему сказал, что это еще по возрасту делить по строительству людей. Никто в системе маркетинга по возрасту людей не делит. Вот. Итак, у людей куча проблем с тем, что как... У молодежи как разговаривать со старшим поколением? Старшее поколение как разговаривать с молодежью? Вы где-нибудь встретитесь? Друг с дружкой, в конце концов. И расскажите друг другу, как это делать. Вот. Только у этих поддельностей. Молодежь спрашивает у молодежи, как работают с этими персами. Вот. Эти персы спрашивают, как же они с этими работают, с этими как работают. Ну, в общем, короче говоря, я был в Брукси. И я говорю, Саня, ты еще взял и по полу разделил, что на мальчиках и девочки. Кто-то мне нашел хорошую идею в кинесе. Мы же туда и туда ездим. Ну, мы же туда и туда будем ездить. Вот. И никто кому не будет мешать. И никто не будет смотреть на порванные джинсы. Так, ну вот. В общем, короче говоря, за время колуарной фактирии на мальчиках мне дали тему. Тему, как-то ее по-умному надо назвать. Тема забавная. Называется она по-умному. Закон статистики. Все говорят, закон статистики. Закон статистики. Сейчас вот мы об этом поговорим. Ну, вот видите, нормальным людям не нравится. Серьезные темы. Вот, абсолютно точно. Постараемся сделать умение серьезным. Эту тему. Начну я со статистики своего любимого спонсора. Вот. В компании «Евзел». Это моя вторая компания. У меня был чудесный спонсор. Вот. Как я его назвал? Араб Петра Великого. Он, правда, не понимал, что это означает. Вот. И все время я говорю, араб Петра Великого. Он ведь чей араб? Вот. И говорю, Петра Великого. Он говорит, а что, у него арабы были, что ли? Было бы. Ну, вот, в общем, короче говоря, он марокканец по произвести рождению. Приехал учиться в нашу страну. Вот. Как марокканский курс-фильм прокладывает каналы. Вот. С водой. Такой, ну, миллиардов. Интересный, заяц. Мы, как положим на нормальному арабу, вот, женимся на русской девушке. И... И не смог уйти, короче говоря. Трудно. Вот, знаете, приезжаешь в нашу страну, или в вашу, ну, в нашу, короче, она основная страна, кораллы, вот, одна планета. Вот. Приезжает он в Россию и уехать никак не может. У нас многие уехать не могут. Вот. Вот такие у нас женщины опасные. И, как могут, влияют по населению нашей страны. Ну, в общем, короче говоря. Он, как надо, как-то кормить семью. И потом, там, ну, мол, до сих пор он говорит, я бутылки собирал, там, по-сдавал, на рынке перетарговал, там, много у него чего было интересного. И я в нашу прочитал объявление от населения «Требуется переводчик». Вот. Он пришел по этому объявлению. И пригласили иностранец, сетевик, которому нужно было переводить с французского языка. А-а-а. И он может сказать, что после сих пор его ответим. Вот. Мурат говорит, я не хочу это вашей ерундой заниматься. Вот. Потому что, говорит, мы больнее, мы приедем и не знаем, что такое Россия. Здесь уже пять лет жену. Я могу вам рассказать, что это такое. Вот. Русские не будут тратить столько денег на какие-то баночки. Вот. Если, например, селезка была, он еще туда-сюда. Вот. А на баночки вот эти ваши тратить такие деньги не нужно. Поэтому покупать это никто не будет. Он говорит, переводчиком я могу быть. Но его чем обманули? Ему в качестве контракта переводчика подсунули контракт. Дистрибьюторс. Он и подмахнул. Вот. Подмахнул и переводит, значит, этому французу переводит все встречи. Он... Вот. Причем Мурат звонит людям, приглашает их. Они приходят к этому французу. Француз говорит, он переводит. Через некоторое время Мурат выручит текстовый фильм. И француз сидит просто рядом и сидит. Мурат с одним разговаривает, а не подписывается, но вот французы. И, значит, когда Амарату платили 400 долларов, то для ленты были сумасшедшие все деньги. И когда он увидел у своего а-ля спонсора, а-ля хозяина, она делала чек 2,5 тысячи долларов, он сказал, я никогда не пойму этих русских, черт с ними, буду их подписывать. Я скажу, что знаю мнение. А то я подписываю Мурат, а то подписываю себе. Но, вот, как вам сказать, арабский, ну, точнее, русский с арабским акцентом практически никак не отличается от кавказского акцента. Поэтому, например, когда он мне звонил в учебной грязи, я думаю, что у них кто-то товарищ северного Кавказа какой-то. Я еще не знал, что на, когда он мне позвонил. Но вот, и у него какой-то парень, приехал в Москву, вот. А когда я с ним могли еще разговаривать у нас, это была просто медитатическая история. У него жена для русских, нормально, правильно? Это он араб. И по русской традиции он жил вместе с тещей. Одна комната у них, вот, с женой, а другая комната у тещи. Ну, и чтобы они не разводились по разу, теща подсула на им диван, которому было 26 лет. Она была с... Диван был старше их жены. И на этом диване у тещи полежать. Сидеть было невозможно, в принципе. Я не знаю, где они у ребенка своего сделали, а там, что, первого, вот, первого полу, но боксинг. И, короче говоря, мало того, что жена не любила сетевую маркетину, вот, теща его просто возненавидела сетевую маркетину, потому что ему разу денег не было никаких, как это намечательно, как обычно. И тогда не было сотового телефона, и он звонил по телефону, причем у него был наборный телефон, у него обычного тоже нет, у него была первая цель записи, купить, у него обычный телефон. Дайте, почему у него матрой на пальце только. Вот, это у него была первая цель. Вторая цель у него была диван купить, ну, вы понимаете уже, почему. Вот, самая большая его мечта была, это отдельная квартира. Вот, сейчас теща жила отдельно. Почему? Потому что, когда он даже со мной разговаривал по телефону, параллельная линия, знаете, что такое параллельная линия домашняя линия? Вы ничего помните, да? Потому что я уже, не знаю, года два, наверное, домашняя телефона не пользовался. Так вот, представьте, что он со мной разговаривает, и вдруг такой параллельный голос. «Не мельте ему!» «Да ты, что ты хочешь?» «Ну, так и таких заходов, ну, пару-трех раз за время нашего разговора по телефону». Вот как вы у вас с таким условия сработали? Причём он разговаривает в основном как с сипотековым человеком, как сипотековым человеком. Сипотеков, вот разговаривает чек. «Вы с кем-то разговариваете, играем по параллельному телефону, добрая», «ты учись через пироль», «не верит к нему». «Он не добраться к разводит». Вот, потом она еще мыши закрепила, она взяла, провода обрезала, что же вы могли, все. А он там вызывал. И он выходил и звонил с таксофона. Там тоже хрупочных вещей не было. Вот так он работал. И, как я вам уже сказал, акцент у него в «Каткасе» и текст первоначально был очень смешной. Вы себе поставьте просто на место, вам раздается звонок. И примерно так это. «Девушка, хочешь, я бизнес предложу?» Или еще краше говорю. «Девушка» или там «Ты парень, пиделей хочешь?» Нас учили вести статистику. У нас даже специальные были тетради под статистику и сейчас мы вам это все расскажем. Вот. И у него было как записи. Пять тысяч звонков он сделал. Сделал пять тысяч звонков. Решили с ним поговорить по телефону. Ну, это он тысячи звонков сделал. Решили с ним поговорить две тысячи человек из этих пяти тысяч. То есть, три тысячи человек послало его сразу. Не начиная разговора. Согласилась прийти на встречу после того, как он приглашал на встречу. Как бизнес. Пятьсот человек. То есть, полторы тысячи послало его после того, как его послушали. Ну и вот тысячи тоже. Пришло двести. То есть, триста его просто обмануло. Сказали, что придут и не пришли. Он приходил, устал. Контрактов. Вот смотрите. Дисконт – это то, что заключает десять минуты. Контракт – это то, что заполняет... Дисконт – это то, что потребитель. А контракт – это то, что десять минуты. Понятно, да? То есть, мы сейчас в этой встрече думаем. Контрактов у него было... Ну, он говорит, тридцать. В принципе, было двадцать. То есть, когда я пришел... Вот. У него было двадцать тысяч подписанных. Подписанных номеров. Я там ему скажу, что звонишь. Вот. Чем статистику. Вот. Через полгода, через шесть месяцев в живых из этих двадцати человек остался я один. Ну, у меня три контузии, как вы понимаете. Такая статистика, да? Вот просто поставься на место человека, который звонит по наборному телефону, дома или на улице, со всеми этими приключениями, с акцентом, понимая, что у него нет денег, что нормальные люди на... не пойдут на такую встречу с незнакомым кавказцем, которые прикидываются марокканцами, потому что внешне не сильно отличалось. вот такая статистика. Вот такая статистика. Но забавная история. За два года, за два года, только с моей организацией, суммарно, он заработал двести тысяч долларов. Это 97-98 год. Двести тысяч долларов. Только с моей организацией. Купил квартиру, родили они еще ребенка, и с этого тихо, понятно, а не с этого, если тихо, очень тихо. Неваем, нормально. Вот. То есть все случилось. Сейчас он выпал, потом у нас на такой неудачный проект, и все равно после него не отнимался. Сказал, что я не умею так пить, и уехал в Испанию, сейчас привезет к вам фрукты. Такого из сети, там, в России есть сети, и крупные, и такого. Он привозит фрукты, овощи в Испанию. Вот. Прикольная инфекция, да? Да. Так вот, давайте мы развернемся с моей статистики. В книжках было написано 20 на 80. Как это? Типа 20 человек вам скажет да, а 80 скажет нет. Я такой наедимый выдачок, ну, я не наедимый, короче, в самом деле, я весьма не понял, что в чем дело. Статистика, которая больших чисел, но вам рассказывают так, вы покажете десяти людьми, восемь сказала вам нет, типа и два сказали вам да. У меня не получалась такая статистика совсем. Если, в принципе, вам боюсь сказать, у меня есть ста человек, в лучшем случае, да, говорили пять человек, в лучшем случае, обычно два-три. Вот это моя статистика. Угу. Что, холодный? Я холодный. В контакте. В контакте. Мне нравится термология, я еще раз повторюсь, не бывает холодный контакт. Если, конечно, вы не изморозить ни кадра. В контакте бывают с незнакомыми людьми и со знакомыми людьми. Это незнакомые. С незнакомыми людьми надо познакомиться. И один стал знакомым. Не надо незнакомым людям предлагать ни себя, ни бизнес. Есть такие техники, очень удобные такие. Знаете, как учат в некоторых компаниях. Мы берете с собой дипломат, больших размеров, чтобы ему не надо было быстро обойти. Идете, и вот видите человека, первого попавшегося. Приграждаете ему путь и засовываете дипломат между ног. И ставите, чтобы он никого не дернулся. И вопрос, короче, почему в нашей компании не работаете? Теперь поставьте на место человека, которого поставили между магнитомом. И задали такой вопрос. Через сколько времени вы выйдете из стопора? И заговорите, ух ты, я всегда мечтал работать в вашей компании. Как она называется? Долго ждал, когда меня найдут на улице? Спасибо вам большое. Есть такие смешные технологии, вот оттуда, это на самом деле то, что эти холодные контакты называют на технике прямых продаж. Они из компании, в продаж там и так далее и так далее. И к сетевой маркетингу не имеет никакого отношения. Вот. Поэтому я и не люблю терминологию. Она пришла оттуда, откуда сетевой родился, но то, чем он не является. Поэтому, я знаю методику работы со знакомыми людьми. А с незнакомыми людям надо знакомиться. Это единственная методика, которая дуплицируется. Поэтому, как вы. Но если вам уж так хочется, ну давайте мы назовем это общим словом контакты. Контакты. Как вы контактируете? Холодными руками? Холодными руками? Холодными руками? Губами? Щеками? Ничего не знаю. Присоединяйтесь. Контакты. Значит, после контактов есть назначенные встречи. Следующий раздел. Назначенные встречи. Приходится писать, ну, это лучше писать вот так, если у вас есть место, пишите лучше вдоль. Но поскольку вы можете писать, вы можете видеть, я пишу круглую. Понятно, да? Соответственно, после назначенных встреч есть встречи состоявшиеся. Потому что, как вы подали по истории моего спонсора, вам, вы можете назначить встречи, но на встречи могут не прийти. Как это называется? Про динамию. Про динамию. Состоявшиеся встречи. И дальше, в принципе, можно вставлять, в зависимости от методика работы, которую у вас наставник отучает или которую вы сами научились, там будут еще промежуточные варианты, такие, например, дисконт. Некоторые, например, я сначала не понимал значимости некоторых пунктов, не забывал их. Например, был уник такой, и он в нашем бизнесе тогда, когда мы научили, назывался активность. То есть объем. Я его пропустил, и у меня получилась очень смешная история. Я подписал, несколько человек, одного я подписал за один доллар. Контракт только. Он говорит, у меня нет, я говорю, ну хотя бы контракт. Один доллар тут есть. Ну, есть один доллар. Я радостно, типа, работаю с ним, что-то сделал, я что-то писал. Вот. Несколько человек у меня были подписаны за 24 доллара, столько стоил стартовый комплект. Но, как вы знаете, со стартовых комплектов комиссионных никаких не было. Поэтому дистрибьюторы у меня были, а комиссионных у меня не было. Потом он шел один человек, у него тоже деньги нашлось, что я ему купил стартовый комплект. Он привел трех человек, и они попросили меня купить им стартовый комплект. Они как красивые были, что стартовый комплект, с книжками, что он успешно такие, вы можете думать, вот эти книжки, вы можете думать, карьерная книга попросила этого. Поэтому меня сейчас забавляет, например, когда люди говорят, я говорю, у тебя есть, я говорю, есть, я говорю, объем какой? Он говорит, ну он никакого. Водичку пьют. Вот, водичку пьют. Вот технологиям нравится, когда он любит, они водичку пьют, пробуют. Это потому, что я дадут включить объем. Вот. И эту статистику мы можем сейчас дальше продлить, но я сейчас продлюсь дальше. Вот. Но чтобы вы понимали одну простую вещь. Многие из вас, к чему я приведу, работа над ошибками, многие из вас, давайте даже не проваживаем, давайте будем предпринимать тогдашнего с моей статистики. Вы помните, контакты, назначенные встречи, состоящие со встречи, с моей статистики. Давайте возьмем объем. Паузы. Не контракты, не дисконты, а объемы. Вы из-за количества контрактов или дисконтов деньги не получаете. Вы получаете процент с аварокоборотов. Это очень важно. Очень тонкое наблюдение. Если вы понаблюдаете, то огромное количество людей подписывает людей с водички. Почему это происходит? У вас люди есть, а деньги не получают. Они смотрят на вас и понимают, что они тоже не будут получать деньги. если вы в первый месяц заработали тысяч долларов. Вам не проще людей подписывать? Да? Я смогу увидеть, что в первый месяц можно зарабатывать две тысячи долларов. Честно, не на продаже. Мой рекорд две тысячи долларов в первый месяц. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы продолжали сразу, после того, как я научился все эти вещи. Научился я, как и все. Ментампроку ошибок. Так вот. Объем. А дальше мы разделемся с очень интересной историей. Так вот, давайте показдем нашу статистику. После объема есть такая интересная вещь как событие. Причем событие мы сейчас возьмем то, на котором мы сейчас присутствуем. Мы возьмем NEXT. Ну, раз вы у нас молодежь. Возьмем NEXT. Многие из вас, например, видимо, тоже не понимая за сто, а вы не получаете деньги, привозят людей на NEXT хитерного возраста. Без объема. ну, ничего страшного, никого за это не убьет. Просто денег вам не прийти. Не прийти к вам денег, вы не поймете, как деньги не зарабатывать. Если вы не добрыми и полюбленными, вы все вместе свалитесь. так вот, давайте мы посмотрим на простую вещь. После NEXT, я надеюсь, что вы знаете, что директорскую школу, то есть, людьми волосы. Директорскую школу. Значит, им нужен объем тысячу баллов. лично группового объема, из которых сто, сто лично мои. Я объясню, почему. Ни пятьсот, ни семьдесят. Чуть попозже здесь. И мы к этому вернемся. Но это мои требования. В моей реализации. Я говорю, «Помогите ему вот так, но мои требования вот такие. Ну и хочешь выполнять, может, я не другого наставлю. Воню право». Так вот, тысячу баллов, чтобы стать любовным директором. Так вот, почему я сейчас говорю? Давайте мы посмотрим, чтобы у меня был один директор, при моей статистике, сколько мне нужно сделать контактов. Ну, давайте считать. У меня 5% неэффективность. КПД 5%. Сколько мне нужно людей на Мэкстере вести? Здесь… Двадцать человек вятного директору. Двадцать человек вятного директору. Спасибо большое. У нас двадцать тысяч по директору. Двадцать человек на НЕКСТЕ есть, с объеваний. Понятно, чем директор? Так с какими объемами? 50 месяцев? Попадали, попадали. Так, сколько мне нужно людей с объёмами, потому что из всех, кого я могу на аннекс, поедут в приманём ГВД и встречаем там прямые, уверенность и прямые способности говорить, которые мне будут в начале. А? Один. Что один? Сто. Сто, да? Давайте возьмём сто. То есть мне нужно сто дистрибьюторов с объёмами. Сколько мне нужно, чтобы встреч провести, состоявшие из встреч, которые я провёл, рассказал людям о возможности? Скоро? Пускай будет пятьсот. Возьмём другую статью. Всё равно будет интересно. Пятьсот. Дальше. Насаживай на встречу. Сколько надо? Раз вы брали кратное, давайте две с половиной. Контакта сколько надо сделать? Двенадцать пятьсот. Вы теперь знаете, что происходит забавно? Почему многие из вас, единицы из вас, продвигаются, а многие из вас не продвигаются? Вы провели какую-то свою работу. Вот в состоявшейся встрече, у вас выпадает, ну, грубо говоря, там, допустим, пять человек, из которых практически без объёма. Добрая была эта водичка. Вы позвали их на NEXT. Поехала, у вас будет статистика 50 на 50. Крутая статистика, круче, чем даже 20 на 80. Приехало двадцать пять человек. Да? Почему двадцать пять человек? Ну, потому что некоторая часть там рисуется. Такой сочувствующий. Он как бы на NEXT. Ну, как бы так вот. Два статистика приехало. Сколько у вас будет директоров? Ну, вызывайте два. Полометра будет. 0,5. Немнадцать пять. Да. Это в лучшем случае. То есть вы хотите, грубо говоря, вот вы взяли, десять мальчишек или девчонок. И хотите через какое-то время из них из десяти сделать десять или десять чемпионов. Понимаете, что происходит? Вы совершенно не учитываете закон статистики. Выбывание. Я его совершенно спокойно учитываю. Для меня очень важно. Причём для меня это именно важно. Почему? Потому что после директорства будет злоты до злоты. Крюлю зумрудное событие. А после зумрудного будет бриллиантно выйти мастерское. Если дальше эту статистику прочистить, сколько мне на срок надо, то вот сюда идёт работа. Определённо. Вы привыкли. Вы когда начали медицинскую, вы говорите, о-о-о-о. Вы привыкли имеете. Жизнь усталости количеством работы. А меня интересует результат. Другой вариант. Есть у вас зарабатывать десять тысяч долларов в месяц. Да какая разница с полигусией нужно и вложить? У вас либо вы только объёмы сделаете и получится, либо не сделаете и не получится. Всё очень просто. Вот для меня, например, когда я понял свою статистику, для меня абсолютно никакого труда не составляло. Когда первый раз мы на школе рассказали закон статистики, рассказали его именно пятьдесят на пятьдесят. Ну чтобы людей не пугать. Я вас пугаю специально. Нам рассказывают, что нас не пугают. Вот у вас сто контактов, пятьдесят встреч назначенных, двадцать пять состоявшихся, двенадцать контрактов с активными. Шесть активных, три там квалифицированных. И мне сказали страшные вещи, но я чётко понял. Просёк. Человек, который зарабатывал внутреннее время, когда я вам это рассказывал, он зарабатывал восемь тысяч долларов в месяц. На меня это было уже много. После многих лет из денежек в традиционном магазине, на меня это было уже много. Он мне говорит, если вы хотите, чтобы у вас было тридцать квалифицированных людей, что надо сделать? Он мне говорит, надо сделать тысячу контактов. Большинство пытаются как встречу назначить, как её проводить в совершенстве вот здесь, чтобы изменить ППД. Он говорит, что больше надо. Ты можешь оставаться таким же кривым, как ты и есть. С ППД пять процентов. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя был не один директор, а здесь тебе нужно 125 тысяч контактов. Когда я это просёк, мне стало по барабану. Я понял. То есть, я тогда в голове случился миллионером. Почему? Я понял, что мне нужно разделить количество контактов, которые могу делать на день, и чё-то вычислить, когда у меня будет 10 директоров. И понять, когда я получу свой чек. Чё? И когда я это сделал, это получилось с тихо в тихо. Потом, когда я ему рассказываю, что, например, я могу за 7 дней сделать, например, такое дело просто. Делал, например, 4 директоров за 7 дней. А я говорю, а-а-а! И вот так на базе, ты в лимон. Это просто объём работы, которые нужно сделать. Я просто взял и посчитал, могу ли я, я не могу так надеть долго в таком режиме, но мне было нужно выполнить квалификацию. Я подумал, а могу ли я этот объём сделать за 7 дней? Посмотрел, посчитал, да, это очень много работы. Ну, видите, это же очень много денег. Потому что, если переводить на коралловский язык, у меня квалификация была серебряного мастера. Примерно. А если я делал из 4 директоров, примерно, у меня квалификация становилась золотого мастера. Именно смысл. А до конца квалификации оставалось 10 дней, но я не могу доехать там, где мне люди. Вот. Того стоило 7 дней. Игра стоила свечи. Стоила свечи. Разница в доходах составляла несколько тысяч. Долго. Вот. Я успею? Да, успеваю. Да, очень тяжёлый режим. Но я успеваю. И я взял и ввязался и сделал. Я не делал это регулярно, я не делал это постоянно. Это не мой талант. Мой талант загрузить побольше. И я всегда говорю, ребята, вы пытаетесь изучать алфимин, как из свинца сделать золото. Я думаю, грубые слова. Из чего это сделать золото. Как из свинца сделать золото. Вот. Мне нужно много породы. Вот в Якутии, знаете, добывают золото. Но мы добываем не так, как в качестве руды, а в качестве руды. И этой рудой посыпают зимой улицы. Эту руду потом отходят на обогатительные фабрики. И обогащают, и делают из него золото. И вот там немного. Кстати, вы много знаете алфимиков, которые золото сделали? Из свинца. Я не знаю. Город есть по легендам, но я такого не знаю. Сколько человечество добывает уже золото, переглавляя, обогащая, сколько времени. Сколько там обогатительные фабрики. Поэтому я старательный. Мне вопрос. Как взять побольше породы? Ну, давайте, чтобы никого не бежать. Назовем мы пустой породы. Засыпать ее в обогатительную. Мне нужна система фильтров. Знаете, что это система фильтров? Первая система фильтров, как я вам сказал, это объем. На 100 баллов поедут не все отличного объема. Не все. На Next поедут не все. А мне не надо всех. Мне надо с запасом сделать, чтобы было найти столько, сколько мне надо. Для дальнейших привлекательств. Есть Next. Дальше. Надо же дальше обращать. Потому что здесь то, что получается, это не очень ценные вещи. Нет, мы, конечно, ценные зайцы. С точки зрения нашей позитивности. Почему я, как бы, Саша, смеясь на Саши, типа, там, двигатель людей по возрасту делишь? Когда попал на Next, я стал ездить и я сказал, я таких людей нигде не видел. На самом деле, вы очень, с большой энергией, вы очень, на самом деле, позитивные, гораздо позитивнее меня. Что приятно пьете меньше меня, пульте меньше меня, хулиганите меньше меня. Это очень радует. Что вы лучше меня. Разница только в одном. Вы все стриндеры. Нет, пулькинга. Если бы вы, как это самое, помните? Я на тысячу рванул даже на пятьсот. Вот. И сперс. Вот если бы вы были стайлами, понимали, что жизнь чуть-чуть дольше, чем до февраля. И поняли, зачем? Кто-то рассказывал вам, кто-то, зачем нужно привезти в день на следующий Next. Сколько вам нужно привезти, чтобы через длительный период времени, через два года зарабатывать десяти долларов в месяц? Вы понимали, что это первое? Грубо говоря, вот я сейчас месяц поработаю, если он подпишется, я дальше продолжу. Не подпишется, я расстроюсь. И могу на следующий Next не поедать пораньше. Ты сильно расстроен. Понимаете, что происходит? А для меня это вопрос только статистики. Я знаю, что все этого не будут хотеть, все не поедут, все не поедут на Next, все не попадут. То есть мне нужна система фильтров. Если вы, грубо говоря, с вашим бензином уберете систему фильтров в машине, она у вас не уходит. Правильно? Чем больше фильтров, тем чище. Вы золото какое хотите? Три девятых. Одна целая двадцать пять? Или три девятых? Четыре. Четыре. Замечательно. Тогда сколько вам нужна система обогащения? По большому счету, чем больше, тем выше. Поэтому это будет директорская. Дальше будут золотые директора. Все меньше и меньше будут проходить. Дальше золотые директора будут поставить вместе. А это будет мастерская. А сейчас компания будет сделать отдельную недалеку для золотых мастеров. Куда? Ну, потому что они писали в компании, куда деньги потратить, куда их выложить. Вот, расстроили кадры в минуту, в минуту. Старое кустанское правило. Подальше окончательство поближе к кухне. Казару накапали, что деньги не знают, где они дают, где золотые мастеров. Куда вы вложили деньги? Казару посоветует, где акции будет. Казару говорит, бум-бум-бум. Казару интересно. Говорит, золотые мастера поедут далеко и надолго. Потому что они дурно влияют на организацию. Все выиграют. Мне все выиграют. Все выиграют. Во-первых, когда они вернутся, они обрадуются, потому что товар оба надо вылезти. Во-вторых, потому что они не помешают ему вылезти. И все выучаствуют. Потому что ряд золотых мастеров выходят на сцену, такие выходят, такие... Приехал в Ямалайя. Решил сделать очередной ремонт. Или выбрать очередную квартиру. Просто не знаю где. То ли в Талии, то ли в Испании. Машину, вот, не могу разобраться с мамой. То ли опять в Ексус. То ли в Новом мире сейчас есть? Черт, кто-то думает. И вот такие передалом сидит. Народ сидит. На последние деньги приехал. Смерть для этого волоком мастера. Мне летят, солдичь. И это мой спонсор, блядь. У меня мечта сделать подвиг, как Мира Георгиевна говорит, психануть по взрослому и сделать директором. Единственное, взять деньги. На 100 баллов, значит, он глупым работал. А он мне рассказывает о том, что он опять выезжает в Гималайи. Потому что надо занимать духовность и научиться любить людей. Ну, в общем, я хочу говорить. Он поэтому, как он говорит, для золотых мастеров будет аркетиньку-минку. Дальше и подольше. Я сам говорю, как можно, в Новую Филанде? В Новую Филанде? В Новую Филанде сам может поездить. Я говорю, а куда? Он лицет паршютом на сейфе, на полисах. Я говорю, а смысл? Он лицет флаг, коралловый клубок на полисах. Я говорю на сейфе, я говорю, ты что-то рядом на грушу? Я не знаю, что мальчик о ней? Омбридо, а ты дал марш-самарелетый итай, я понкараспору. Я смотрю на то, что он и не видит, омбридо, омбридо, о том что-кин, а ко мне жить. Омбридо, ты так и дешевле? Эти, видишь, ну что-то? Омбридо, ты такой манг! духовно жить и влюбить кого-нибудь. Ну, в общем, короче говоря, что мы вам все это рассказывали. Вы практически, когда вы возите одного, двух, трех человек на NEXT, у вас практически нет шансов, практически нет шансов, если вы назвали это чудом, оказаться на их золотой школе. НЕСТО. Потому что некоторые девушки из NEXT повторяют ваш публик, находят трех человек, из-за четыре человека станут лидеры. Угу. Сразу. Ну вот, мы так делаем. История смешная по поводу лидического. Закон статистики. У вас может быть сместность, когда может быть хорошим, может быть плохая. Если вам интересно, когда мы разговаривали с Ильдом Аркусовичем Лапом, он сказал, у меня примерно такая статистика даже еще хуже. Иногда и 101. Вы знаете, ему не поменьшало этот статус текстовым сетевиком, в принципе. Если вы знаете, то очень михридерно подписал лично работой год как дистрибьютор, еще только работал. Очень михридерно. По большому счету, все, что мы имеем в компании сейчас, продлилось из того, что человек год поработал как чистый дистрибьютор, не в качестве дистрибьютор. Ему его статистики не мешают. И если вы юбер, это не человек, который там сказал, вау, и все дистрибьюторы директорами. Да? Он у нас очень лояльно умеет. Если хотите, можете сделать. Если не хотите, можете скажите. Я вас все равно буду любить. Высокий герман, он в чем вы делаете. Так вот. Не важно, какая статистика. Важно, что я понял, что если я сделаю этот объем работ, я получу то, что я хочу. Когда я его сделаю? Через день или через годы, я все равно получу то, что я хочу. Гарантированно. Для меня, как для бизнесмена, это было вау. Почему? Потому что в продажном бизнесе можно сделать товароворот и не получишь денег. Не понимаете, как? Спросите, если я вам объясняю. А здесь, если у вас есть товароворот, то вы 100% чек получите. Можно запланировать любой чек. Это может занять больше времени или чуть меньше, для вашей статистики. Но это гарантированно. Вы можете гарантированно выпасть на золотые и у них на выход уходит на мастерский. Если вы перестанете брать двух-трех человек своих друзей и указываете в по полной программе. То есть работа простая. Вот представьте себе, что вы берете карту игральной карты несколько кабce Don explode и одну пиковую даму помечаете крестиком. Из разных каблов. Там будите идтичи-пиковая дама, одну отмечаете крестиком, и разграсываете рубашками вверх. И работа очень простая. Наклониться, взять карту, поднять. Поставить не виковая дама с крестиком. Бросить, наклониться, поднять следующую поставить не виковая дама с крестиком. Бросить, наклониться. За эту работу платят несколько десятков тысяч долларов мне и больше на третий чек. Мы не якобы не имеем. Вообще ни слова не имеем. Вы были девушки у нас не скромные. За простую работу очень простая работа. Но вы ее ужасно расплазняетесь. Вы наклоняетесь, поднимаетесь так, смотрит не пиковая дама. Валет-то представьте. Ну я же говорю, почему не пиковая дама? В принципе. Спонсор, где объяснил, что должен быть пиковая дама сеть? У меня спонсор не умеет делать пиковую даму сеть из вальтов. Я ему несколько вальтов подогнал, не из-за одного пиковую даму сеть этим не сделал. Спонсор говорит, брось, подними следующего. Нет. Я уже не засомнулся. Хватит. Да расскажите мне секрет, как из вальтовнику вы даму сеть из-за одного пиковая дама. Уходим, ты, сколочь, вечно смеешься и всех смешишь, а секретов не рассказываешь. И сегодня у вас брить мы не будем. Поставите себе секретный вопрос. Любите ли вы животных? Почему? Потому что я расскажу вам, как в детстве, когда вальтовнику вы даму сеть. Этот секрет умрет со мной. И умирает рожащей рукой и предам вам покинуться. Прикол заключается в том, что вы пытаетесь сюда, вот в эту пустую породу, это дистрибьюгеры, люди, которых интересуют развитие и зарабатывание денег, просто квалификациями движениями. Вы не хотите пропихнуть сюда не просто карты или пустую породу. Вы пытаетесь сюда же пропихнуть бедных участков дистрибьюгеров, которые решили просто чувствовать коробку. Ну, коллектив хороший. Коллектив хороший. Если вы замечали, то старшему поколению надо обязательно работать. на них не профессионально в день. Если вы помните, они могут ходить на завод и получать зарплату. Причем главное в этом деле, чтобы коллектив хороший. Как вы понимаете, у нас крупный недостаток. Коллектив у нас хороший. И они начали себе занятость. Почему? Потому что всегда можно позвонить и поговорить. Я смотрю, действительно, собираюсь и разговариваю. Их очень волнует их просят папилетки человека. Они знают про митохондрии. Их волнует кишечник и проекции внутренних органов на встрече. А вот их волнует, что люди бывают разных цветов. И оказывается, с каждыми цветами нужно по-разному разговаривать с людьми. Я говорю, вы понимаете, у меня цвет меняется в зависимости от того, что я утром съел. И вчера ты. Не издевайтесь над нами. Я не издеваюсь. Я это вижу каждый день. Может быть, у вас в городе по-другому, в московском, он все так. Я прихожу, они говорят, ты вчера красный был. А сейчас, по выражению лица и по твоим словам, ты синий. А я при себе думаю, какая снижка, ты уже рассказала, что это было вчера. Вроде как, я со своими идут. Мне не подходят, ты попрекращаешься. Ты нужен вам красный. Я говорю, ребят, кто подозировал? Я постараюсь, чтобы морда была красная, а не синий. Но у меня есть, что столько пить, я постоянно не смогу. Коралловой воды не хватает расщелать, чтобы морда глядить. Чтобы у тебя красный был. Причем, между прочим, когда я шучу, сейчас шучу я. Синий. Стоит ничего не серьезно рассказывать, что здесь засыпали, и очень много записывали. Много записывали. О, нормальный тренинг был. Вот, Сереже очень нравятся процедуры. Вот, я понимаю, Сереже может нравиться процедуры, но его мотивировать не надо. Его мотивировать не надо. Он бизнесмен, он прекрасно понимает. Он же вам рассказал. Чтобы в Мукаину вести десять машин, повезти нужно двадцать. Он уже закрапно все. Двадцать возишь? Одна себе. Десять везь? Одно количество нет. Все? Ну, он прекрасно запомнил на этом работу. Вот. Поэтому в сетевом аркетинге его практически не беспокойство не мучает. Да? Вы уже просто с меня смеетесь. Я просто вызываю на вас позитивный эмоций. Вот. Когда вы начнете плакать на меня, когда вы не допускаете мне эмоций? Я, конечно, много такого могу сказать, но пускай вас звучит на дискотеке. Потому что вы не все услышали. Вот. Расскажу вам, конечно, Мексика. Для тех, кто приедет? Нет. Нет. Причем, женский клип. Девушки, вы умеете отвечать? Да, да, да. Все. И не совершенно ведьмин. Ты? Не? Ну, не просто? Я. Я. Субтитры. Я. 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 Сделать мягким столетом. Ну вот. Та-дам! Да, я тебе шутку сделаю. Я поступлю хитро. Вот. Очень хитро. Наихитрейшим образом. Вот я вам подсуну как-то, помните? Вас обманули, вам продали лучше. А вот. Я вам подсуну совершенно более лучшего стикера, который вам как раз расскажет, как делать из вальта. У него целых два вальта. Из одного он уже практически сделал вот такую даму с риском. Но второй пока еще сопротивляет. Ну молодой еще просто. Не понимает, что бесполезно. Вот. Но честь узнать, что же вы сейчас получите гораздо лучше. Вот. Что я вас обманул. И я вам предлагаю ручку. Вот. Предоставляете, не мне, а двум замечательным людям, которые второй день башут, без всяких вашей благодарности. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...